Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советуй это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное видео по обновлению в Star Stable Online. Посмотрим, какая новая порода прибыла на Юрвик. Старый добрый летний лагерь Вестерн вновь вернулся на ранчо Старщайна. Ну а также поговорим о новых маленьких дополнениях и о том, что ждет нас на следующей неделе. Так что устраивайтесь поудобнее, лежи, седлайте своих коней и поехали! Ранчо Старщайна теперь самый живой, самое многоигровое поселение, скажем так, на ближайшие несколько недель. Так как к нам вернулся летний лагерь Вестерн, хочу начать свое обновление именно с него. Приехал магазинчик за летние жетоны, в котором появился один новый комплект и вернулись старые комплекты прошлого года. Магазин за СК, в котором тоже есть некоторые вещички. К примеру, маска, которую нам давали приключенцы за поиск сундуков, которая красненькая такая, ее добавили в магазин. Спасибо, стоит она всего лишь 150 шиллингов, так что позволить ее сможет абсолютно каждый, кто может доехать до Ранчо Старщайна. Ну и предыдущие комплекты опять же здесь лежат и ждут вашего приезда. А вот с курочками ситуация немножечко другая. Если вы помните, в прошлом году у нас были питомцы, которых мы могли получить за секретные, скажем так, задания, за жетоны и за золото. За золото были курочки, за секретные задания котик. А вот откуда песик, я, если честно, не помню. Но сам факт, вы можете купить всех этих питомцев в этом магазине. У меня отображается только курочка-самородок, потому что только ее я в том году не купила. Стоит, однако, она 350 старкоинцев. Котик и собачка вроде бы подешевле, а вот вторая курочка тоже 350 СК. Да, вот это цена на таких вот, однако, редких питомцев. Больше здесь никого нет. Возможно, добавится еще курочка вот такая вот черненькая в ковбойской шляпе, но я не уверена. Но в спойлерах такие курочки мелькали, так что, возможно, в ближайшие несколько недель их добавят в этот, скажем так, курятник. Гарри Голд тут вновь приехал, научит нас, как добывать золото. Запасает в наши рюкзаки товарами в виде ключиков, отпугивателей и приманки, благодаря которым мы сможем собирать сундуки, отпугивать волков. Ну и также приманивать лошадок в загон на Ранчо Старщайна. Ну и я думаю, что на следующей неделе нам дадут возможность покупать за золото Пенни и Генриетту. Это вот такие две новые курочки. Они отличаются от предыдущих. Черненькая и вот такая вот светло-коричневая курочка. Думаю, так же, как и в прошлом году, они будут стоить по 3000 единиц золота, если я ничего не путаю. Так что, да, бегать придется много. Собирать золото нужно будет долго. Ну, так же вы можете обменивать золото на жетоны ежедневно, если же вы оказались все-таки сторонником магазина жетонов. Ну, а теперь к самому интересному, самому ожидаемому и самому приятному. Это новая лошадь. К нам на юрдик приехала американская верховая лошадка. Очень красивая, достаточно высокая. Стоимость одной лошади 900 старкоинцев, без учета изменения стрижки. Мастей приехало 7. Они все оказались просто шикарные. Каждый нашел свою любимицу из тех игроков, которым понравилась эта порода. Я же до сих пор не могу определиться. На доп. аккаунт на стриме в день обновления мы с вами покупали вот этого буланового Селине, моему доп. персонажу. А Дарьи я не знаю. Все еще не могу определиться между Пеги, Серым в яблоко и Караковым, потому что они все шикарны. Мне и Соловой нравятся. И вот этот вот Табиано, если я не путаю, или Авера. Я не помню, чем они там отличаются. В общем, этот красавчик тоже очень симпатичный. И Вороной даже. Была у меня такая мысль о покупке Вороного. Но, пожалуй, все-таки он отпал. Прически у них это что-то с чем-то. Есть отдельные гривы. Потом есть гривы эти же со специальным выставочным, скажем так, хвостом этой породы. Ну и дальше у нас идут такие стандартные стрижки, как иракес, бритая, косички, шишки и корешка. Считаю, что это суперспортивная лошадь, чуть ли не универсальная. Но, к сожалению, у нее обнаружился все-таки такой недочет, который не позволяет ее брать, скажем так, в выездку в организации. Не все организации будут допускать американскую верховую лошадь до участия. По причине того, по их словам, что на галопе у них инохоть, которая, видимо, не подходит для именно схемы на этих соревнованиях. Так что, если вы собираетесь идти на какие-то соревнования по выездке на американскую верховую лошадку, обязательно уточняйте у организаторов или же кураторов от организации, точно ли допускается данная порода. Нету ли в схеме галопа, то есть максимум это легкий галоп, с этими аллюрами у него все нормально, а в случае обычного галопа у него пойдет быстрый рэк. То есть из-за этого его и не будут допускать. Но, возможно, не все организации это сделают. Кому-то будет вообще параллельно на этот быстрый рэк, и, может быть, их будет устраивать, да, на анимацию вместо галопа. Я не знаю. Знаю, что вот одна организация уже высказалась, что если в схеме, я так понимаю, имеется кусочек с галопом, американцев не допускают. Это очень-очень грустно. Неожиданно мы оказались в Морлэнде, потому что здесь тоже произошли некоторые изменения. Недавно нам добавили парахмахерскую, а уже сейчас нам завезли сюда еще и мини-магазинчик с питомцами, в котором вы можете купить себе вашу, я так понимаю, первую ласковую коричневую полосатого котика, я думаю, кошечку, и шаловливого терьера. Расцветки мне очень нравятся. Если бы у меня не было ни одного котика и ни одного терьерчика, я бы с радостью купила эти вариации, их, ну, раскраски. Очень симпатичные, мне очень нравятся и котик, и песик. Вы посмотрите, какой милый кошачок, ну, хорошенький такой котик, мне очень сильно нравится. Может быть, когда-нибудь и куплю, подумаю. И вот такая вот расцветка терьерчика, которая очень напоминает Бордер Колли. Разработчики, ну, когда-нибудь уже добавьте нам больших собачек, уже хочется бегать с кем-то покрупнее, чем этот терьер. Ну, а желательно вообще собаку ростом с нашего волка. Что же нас ждет на следующей неделе? Летний лагерь Вестерн продолжается, и нужно будет вновь приехать на это ранчо и продолжать наш вестернский отдых, как самые настоящие ковбои. Так что на этом все. Видео подошло к концу. Спасибо, что посмотрели его. Ставьте лайки и пишите комментарии, Как вам новая американская верховая? Много ли вещей вы хотите закупить в магазинчиках этого летнего лагерочка? Ну, а также поделитесь своим мнением, что вы думаете по поводу очередного нашествия волков. Я лично, с одной стороны, в жутком ужасе, Но, так как в прошлом году, когда ивент только-только был добавлен, их было намного больше, а сейчас их стало в половину меньше, то он не так меня нервирует. Так что на этом все, и я буду с вами прощаться. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! Ну и до встречи в следующем видео. Субтитры подогнал «Симон»!